всем привет большое спасибо что смотрите меня и сегодня мы с вами поговорим об общем адаптационном синдроме я уже говорил об этом в нескольких своих видео но сегодня хотелось бы немножко более подробно остановиться на этой теме и так что такое адаптация организма в общем это реакция организма на внешний раздражитель его так сказать приспособление впервые адаптационный синдром был описан ученым гансом селье еще в начале двадцатого столетия адаптационный синдром включает в себя три стадии первая стадия называется стадия тревоги когда организм получает информацию о том что началась физическая нагрузка на которую нужно ответить путем мобилизации своих вегетативных систем далее наступает стадия резистентности если компромисс был успешно найден между поступающей физической нагрузкой и адекватным ответом организма третья стадия это стадия истощения или дезадаптации когда такой компромисс к сожалению найден не был итак давайте более подробно остановимся на адаптации кардиореспираторной системы кардиореспираторная система состоит из системы внешнего дыхания сердечно-сосудистой системы а также системы крови система внешнего дыхания наблюдается увеличение объема легких также наблюдается увеличение мощности и эффективности дыхания а также повышение диффузного обмена в легких то есть газообмен происходит более эффективно кислород более эффективно захватывается в альвеолах и отдается в эритроциты сердечно-сосудистая система наблюдается увеличение производительности сердца путем увеличение сердечного выброса таким образом понижается чсс это наш пульс и в покое у таких людей или при выполнении какой-то деятельности наблюдается чсс в районе 40 45 ударов в минуту вот где-то так поэтому таким людям при проведении инструментальных методов исследования нужно предупреждать медицинских работников чтобы не возникло каких-то непонятных вопросов далее увеличивается капилляризация мышц и тканей мышцы получают больше крови ткани лучше также более хорошо оксигенируются и соответственно полностью организм начинает работать более эффективно и в заключении система крови система крови также реагирует положительным образом посредством увеличения общего объема циркулирующей крови увеличивается количество эритроцитов и это способствует очень хорошему газообмену а также это способствует очень хорошему повышению общего качества крови и ее свойств хочу заметить что повышение эритроцитов может играть как позитивную так и негативную роль позитивная роль как я уже говорил это хороший газообмен а негативная роль это опасность тромбоза потому что очень много эритроцитов в крови как правило не способствует большой скорости движения могут возникать подобные состояния и также хотелось бы заметить что правильно организованный тренировочный процесс не способствует быстрому наступанию адаптации потому что если спортсмен или занимающийся фитнесом быстро адаптируется к нагрузке то самого тренировочного процесса не наступает поэтому необходимо варьировать как количество упражнений так дозировку этих упражнений а также вид этих упражнений и виды тренировки в целом то есть нужно давать аэробные нагрузки а также силовые нагрузки и чередовать их как можно чаще для того чтобы организм не привыкал и не создавалась так называемая плато большое спасибо что посмотрели это видео до конца надеюсь данная информация была немного полезной и познавательной я думаю что мы будем продолжать встречаться в подобном формате с каким-то еще другим материалом который я для вас обезумусь подобрать всего доброго будьте здоровы приходите на занятия старайтесь тренироваться и а 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 Субтитры сделал DimaTorzok